Добрый день! Ой, когда дети не совсем хотят есть мясо и прочее, приходится как-то выдумывать. Сейчас отвариваем супчики, просто это мяско, картошка, морковка, овощи. Хочу потом сделать из этого всего блендером, спурировать, чтобы был такой суп-пюре. И вот сухарики, остатки хлеба, чёрный и белый, на сковороде просто обжариваю и немножко адыгейской соли подсыпала. Она тут уже со специями, чтобы потом супчиком поесть. Так что сейчас вот приготовился суп, ну обычный такой вот, варится блендером всё это, измельчу, сделаю пюре и туда сухарики. Надеюсь, поедят, посмотрим. Приходится, конечно, экспериментировать. Ну вот, в общем, сейчас супчик такой. Сухарики сейчас, когда-то себе положат и будут кушать. А, глубокий! Посмотрим, как они покушают. Всё, приятного аппетита! Пока! Всем привет! Ещё раз хотела вам рассказать по поводу супа, как дети покушали суп. Вы знаете, что, ой, какая-то такая хитрость моя прошла. Суп поели, Лера вообще две тарелки поела. Ну, Лера, в принципе, она хорошо кушает, и сметану, ой, сметану. Всё, уже заговариваюсь. И мясо она ест, и котлеты она ест. Так что с Лерой, в принципе, таких особых проблем нету. А Арсений поел практически всю тарелку. Он вообще, говорю по мясу, он категорически против. Он только ест колбасу, сосиски ест. И то колбасу он не всю ест, только он, знаете, любит сыровяленую колбаску, вкуснее, подороже. И то для него было недавно удивление большое, что, оказывается, колбасу и сосиски тоже, ну, как бы, делают из мяса. Не знаю, из чего он думал. И его делают колбасу с сосиской, но для него это было открытие, оказывается, что тоже какое-то мясо в колбасе и сосисках присутствует. Он вообще не хочет мяса, никак он его есть. Котлеты тоже категорически отказывается. Ну, Данила хоть котлеты ест, как-то он так любит их еще. А вот Арсений, он вообще ни в каком виде. А вот суп я сделала пюре, все это так вместе с блендером спюрировала. Получился такой суп-пюре густой такой сделала. И сухарики они сами насыпали, сколько хотели. Я в сухой сковороде без масла, без всего просто обжариваю хлеб, нарезаю такими кубиками и в специях. Ну, как специи, у меня адыгейская соль есть. Там и специи уже, и соль. Так что я посыпала немножко этой адыгейской соли, нарила на сковороде. И вот так хорошо Арсений поеду. Для него это очень хорошо. Тем более, если учесть, что там мясо присутствовало, пускай он в таком виде не почувствовал. Я, честно говоря, думала, что он почувствовать не захочет есть. А нет, поел, там осталось буквально пару ложек. Ну, Данила, правда, плоховато поел. Как-то так он, наверное, пол тарелки только покушал. Ну, и то, хоть чуть-чуть поел, и то он ничего. Но зато он с утра завтрак лучше всех поел, позавтракал. Так что, как говорится, то на то и вышло. Неголодный ребенок. Вот. Так что можно делать такие супчики. Арсюшка ничего не догадалась. Хотя, скажу вам тоже, я в детстве, когда была маленькая, моя мама вспоминает, что я тоже, когда в таком возрасте, наверное, как сейчас у моих детей было, тоже мясо не хотела есть вообще. Мама мне тоже так вот его пыталась перемалывать, как-то там его маскировала. Но я, как она говорит, и постоянно его чувствовала, и отказывалась есть тоже. Ну, сейчас, в принципе, я так мясоед, мясо люблю. Когда маленькая была, тоже не любила мясо. Вот Арсений, наверное, в этом плане у меня пошел, не хочет мясо есть. Ну, перерастет, я думаю, еще. В принципе, сколько, пять с половиной лет, так что ничего страшного еще. Нагонит, наберет веса. Так что вот супом мой прошел трюк. Арсений, главное, что я так хотела, чтобы Арсений покушал мясо, как бы за Леру и за Даньку я не особо так переживала, потому что они и так мясо едят, а вот с ним, с мясом, что касается, проблемника немножко. Ну, вот здесь повезло и поел тарелку супа. Так что будем делать еще такие супчики разнообразные. Вот, а еще, сейчас вам пойду покажу. Там они играют в приставку, шумят, наверное, слышно. Не обращайте внимания, что у нас темно, это у нас сегодня на улице погода плохая, пасмурно, дождь идет. И, соответственно, вот как я говорила, у нас дома вот такая темнота. Надо свет включать. Мне там себе в комнате включили свет. Вот так вот у нас такая обстановочка, вот что я говорю, что мне не нравится, что когда пасмурно, у нас постоянно темнота. Хотя времени еще только начало пятого. Вот, пойду покажу вам. Сейчас сегодня ходили в магазин с Арсением, с Лерой, Данька дома был. И Арсений в автомате вытянул игрушку себе. Такие игрушки, конечно, современные, я не знаю. И вообще даже название не знаю ни кто это, ни что это. Какое-то такое, конечно, не для слабонервных эти игрушки современные. Дети все знают все названия, кто это и что. И вот Арсений сейчас выкину, пойду вам покажу. Вот, посмотрите, какую вот игрушку вытянул Арсений. Как он называется, Арсений? Спикермен. Спикермен какой-то, видите? Непонятные такие, конечно, игрушки. Она играет, ваши дети в такие игрушки не играют. Вот тут Спикермен, тут этот еще Сиреноголовая у них есть. Тоже, так что... Такие вот игрушечки, конечно, говорю, что во сне такое приснится. Можно и испугаться. Детям нравится, современным. У нас такого чуда, конечно, не было. Вот что-то непонятное вообще. Не разобрать, что это и кто. А вот здесь этот у нас кузнечик прыгает. Котика решили покормить. Смотрите, какая погода у нас сегодня. Нельзя. Все, закрываем. Это наша сейчас кошечка. Лера, Лера, держи, убирай ее. Убирай ее. Пока дети там занимаются с игрушками, я думала, каждая мама грешит таким делом. Ну, так вот сейчас будет вкусненько. Всем привет. Как уже видели, у нас новый день. Вот ночью очень сильный дождь шел. Ливень просто такой, как и начался вчера с вечера. Часов, наверное, около 10. В начале 11. Так всю ночь барабанил за окном. Но это с утра еще продолжался. Но сейчас, правда, погода уже распогодилась. Солнышко даже выглянуло. Такое небо голубое красивое стало. Все закончилось. Даже асфальт немножко подсох. Как-то и настроение сразу стало получше. Так что сейчас хочу немножко дома прибраться. Пыль протереть, так говорится. Полазить люстры надо протереть пыль. Не люблю эту работу, конечно. Конечно, сейчас уже смотрю, как бы, ноги поменялось. Когда делали сразу ремонт, как бы, одни были вкусы. И покупали вот тоже и люстры. И та самая кухня, она мне нравится. Все, но сейчас бы я, наверное, делала немножко по-другому. Чтобы меньше было всяких вот этих вот выступов, выемочек. Чтобы меньше было пыль набивалось куда. Потому что, конечно, сложновато все это вытирать, протирать. Ну и люстры тоже некоторые бы я купила не такие. Потому что тоже сложноватенько так немножко туда подлазить, чтобы всю эту пыль убирать. Ну вот надо сейчас заняться, пока погода такая солнечная. И настроение в связи с солнечной погодой тоже немножко располагает к уборке. Хочу сейчас вот протереть пыль. Ну и уже надо заниматься будет обедом. Садить детей обедать тоже. Так что сейчас немножко поубираем, потом покушаем. Но дальше, не знаю, надо с Лерой уроки. Вот никак она не может доделать уроки. Уже скоро надо и в школу будет идти, заканчиваться каникулы будут. А мы еще не закончили домашнее задание. Но я думаю, она потихонечку, по чуть-чуть она делает. Каждый день как бы молодец садится, по чуть-чуть делает. Потом отдохнет. Еще, ну, еще там осталось в принципе не так много. Но она уже видит, что ей немного. Потому что еще больше и больше она оттягивает этот процесс закончить домашнее. Но я думаю, потихоньку, по чуть-чуть мы это все дело доделаем. 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 Субтитры делал DimaTorzok